В преддверии 25-го пленарного заседания Верхней Палаты Парламента члены профильных комитетов Сената предварительно обсуждают вопросы, включенные в повестку дня. Материал Ольги Русаковой. Участники заседания Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформ предварительно рассмотрели отчет Кабинета Министров об исполнении в первом квартале 2022 года государственной программы по реализации стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы, год обеспечения интересов человека и развития Махали. Как отмечалось, в процессе реализации госпрограммы принято 59 нормативно-правовых и иных документов. В этот же период, благодаря мерам, своевременно предпринятым президентом и правительством по предупреждению рисков, связанных с геополитической ситуацией, рост ВВП составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре ВВП доля промышленного производства составила 5,7%, услуг 6,9%, производство продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства 3,8%. Доходы госбюджета исполнены на 41,9 трлн сумм. Общие расходы составили 42,9 трлн сумм. Расходы направлены на социальную сферу 23,5 трлн сумм. В свою очередь, члены Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций, туризма, анализируя отчет Кабинета министров об итогах реализации в первом квартале 2022 года государственной программы, отметили, что в исполнении задач определенных в сфере внешней политики организовано более 130 визитов, встреч, онлайн-переговоров, круглых столов на высоком уровне. Узбекистан активизировал работу в региональных организациях, таких как СНГ, ШОС, Организация Тюркских государств, Организация Исламского Сотрудничества, Организация Экономического Сотрудничества. В период с января по март текущего года освоены иностранные инвестиции на общую сумму около 2,5 миллиардов долларов. Прогноз выполнен на 167%. В целях поддержки предприятий-экспортеров 307 предприятиям выделено 172 миллиона долларов на экспортно-ориентированные торговые операции и кредиты предэкспортного финансирования. Вместе с тем сенаторы отметили важность обеспечения результативности мер экономической дипломатии, соглашений и проектов межрегионального сотрудничества со странами-партнерами. Участники заседания Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции предварительно обсудили закон Республики Узбекистан о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы управления многоквартирными домами. Отмечалось, что в действующем законодательстве товарищества собственников жилья освобождены от уплаты определенных налоговых платежей за оказание услуг по благоустройству земельного участка, прилегающего к многоквартирному дому, а также при оказании населению иных услуг и выполнении работ. Однако эти льготы не применяются в деятельности управляющих организаций, что вызывает споры. Законом, разработанным для устранения этих пробелов, носятся соответствующие коррективы в Кодекс об административной ответственности, Налоговый кодекс и закон о государственной пошлине. По мнению сенаторов, его практическая реализация послужит предупреждением нарушений в сфере предоставления коммунальных услуг, в том числе в процессе содержания и эксплуатации многоквартирных домов, а также сохранение инженерно-технических коммуникаций и обеспечивание сейсмостойкости, создаст условия для безопасного проживания жильцов. В фокусе внимания парламентариев также находился отчет Генерального прокурора Республики Узбекистан о деятельности органов прокуратуры в 2021 году. Озвученные цифры и факты иллюстрировали работу, проделанную органами прокуратуры по всесторонней поддержке и социальной защите населения, в том числе нуждающихся семей в условиях пандемии коронавируса, установлению действенного контроля за исполнением законов, направленных на поддержание стабильности отрасли экономики, предупреждению правонарушений и преступлений. Вместе с тем отмечены недостатки в работе органов прокуратуры, даны необходимые рекомендации по устранению указанных проблем. Предметом обсуждения на заседании Комитета Сената по вопросам информационной политики и обеспечении открытости в государственных органах стал закон о почтовой связи в новой редакции. Отмечалось, что уровень развития рынка услуг почтовой связи в Республике в контексте современных мировых тенденций требует пересмотра и совершенствования соответствующей законодательной базы. При разработке закона изучено законодательство зарубежных стран, а также акты Всемирного почтового союза. В результате Министерства по развитию информационных технологий и коммуникации определяется специально уполномоченным органом, осуществляющим единую государственную политику в области почтовой связи. Также предусмотрено, что государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере почтовой связи осуществляет Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникации Республики Узбекистан УСКОМ НАЗАРАТ. Кроме того, вносятся отдельные нормы относительно мер обеспечения почтовой безопасности. В ходе обсуждения сенаторы также обратили внимание на случаи, связанные с практической реализацией отдельных статей, изложенных в законе. По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения комитетов.